Действующую Конституцию приняли в 95-м на всенародном референдуме. За нее проголосовало 89% казахстанцев. Главном документе страны отразили общепринятые ценности – свободы, права и обязанности граждан. Про основу стабильности и прогресса Казахстана и о том, какая история стоит за Конституцией, расскажет Тимур Казагулов. Главному закону страны исполнилось 24 года. С одной стороны, Конституция Казахстана – это молодой живой организм, который постоянно эволюционирует. А с другой – она имеет глубокие исторические корни. История казахского народа помнит немало степных законов. Еще задолго до обретения независимости, 500 лет назад, когда в этой степи ходили кочевники, хан Касым издал свой трактат «Светлый путь». Еще через 100 лет правовая система снова изменилась. Хан Исим принял новый свод – «Древний путь». Но это было лишь началом большой истории закона. Законы в казахской степи кардинально начали меняться, пожалуй, в период правления Ханат-Тауке, который в конце 17 века разработал семь положений, или жетожарха. Мы, по сути, своей намады, кочевники. И даже взглянув на действующую Конституцию, сегодня нельзя сказать, что она абсолютно новая. Ее корни лежат там, глубоко в истории. Силу степные законы имели вплоть до февральской революции. В начале прошлого века была принята первая Конституция Казахской АССР. Ее сменил главный документ уже Союзной Республики. Впереди был распад Советского Союза и обретение уже новой Конституции Независимого Казахстана. Это не цех какого-либо завода или помещение со шкафами. Это архиво-хранилище Республиканского национального архива. Именно здесь и находится первая Конституция Независимого Казахстана 1993 года. Здесь, в специальном стеллаже номер один, вот уже 12 лет при строго определенной температуре и влажности и хранится оригинал первого главного закона страны. Вот он, на верхней полке. Всего 4 раздела и 131 статья. Не слишком большая. Сегодня архивный экспонат «Тогда» – основа, по которой 2,5 года жила целая страна. Это первый документ, в котором закреплена модель парламентской республики. Данная Конституция, к нам Национальный архив, поступила в 2007 году. Получается, уже на протяжении этих лет она хранится у нас в Национальном архивном фонде. Конституция Республики Казахстан является первым фондом нашего Национального архива. Интересуется очень много людей. Это в основном исследователи. Также этой Конституции пользуются для выставок, для различных семинаров. 95-й год. 3 миллиона казахстанцев приняли участие в создании новой Конституции. 30 августа на общенациональном референдуме был принят новый вариант документа. Чем она знаменательна? Дело в том, что в этой Конституции помогали принимать участие. Изучен был, прежде всего, международный опыт, близость к Конституции других государств. Допустим, всегда у нас говорят о Конституции Франции. Не только Франции. Там Конституции Германии смотрели, Австрии у многих Конституций. Были собраны наши ведущие ученые-юристы. Конституция, как живой организм, постоянно подстраивается под нужды меняющегося общества. Из самых значительных изменений – передача полномочий президента. 2017-й год. Из 45-ти – больше 30-ти переданы парламенту и правительству. Этот процесс, я думаю, должен, на мой взгляд, продолжаться. И в первое время, на заре государственности, независимости, может быть, действительно, и мы убедились в этом, нужна была сильная президентская власть. А когда уже стабильность общества, наверное, некоторые полномочия еще возможно передать. Но это не должно быть самоцелью. Обязательно, во что бы ни стало изменить, тогда и теряется значение Конституции. Сегодня правила диктуют уже глобализацией, цифровизацией. Вот перед человечеством встают новые вызовы. Всерьез обсуждается вопрос о признании субъектом правоотношений электронной личности. Создание искусственного интеллекта становится объективной реальностью. В то же время тут же возникают правовые вопросы. А в случае совершения, допустим, тем же автопилотом, управляемый, скоро автомобиль мы будем покупать. Все денег, конечно, хватит с автопилотом. И что? Если этот автомобиль совершает дорожно-транспортное происшествие, кто несет ответственность? Кто это? Программист? Нет, собственник или, может, сам искусственный интеллект. Пока это как в виде шутки рассматривается. Необходимы правовые нормы, регулирующие создание робототехники. Но и в недалеком будущем, и в реальном настоящем, основным, в основном законе все же останется человек. И высшие ценности его жизнь, права и свободы. Тимур Казагулов, Серик Конырбаев. Итоги дня.